На вторник на 11.15 Здравствуйте, расскажите, панкреатин сколько стоит? Давайте его и вот еще какой-то крутой зарин, чтобы... Таблетки? Да, да, да. Ну нет, там только файта у нас. Там-то там-то там, садитесь. А я была. Всем привет, мои хорошие. В общем, я не знаю, что тут такого случилось за два дня. У меня, когда вчера утром после завтрака начались такие дикие боли, короче, ниже левых ребер. Вот. И как бы такими схватками тупыми. И начала обхватывать как бы весь живот, поясницу. В сердце начало чуть, ну не сердце, может где-то в области сердца отдавать, знаете, так это колоть. Вот. И вот эта тупая вот ноющая боль. Я ничего кушать в итоге днем не могу. Как больно начинается, идет сразу тошнота, слабость, головокружение. И вот так вот весь день, весь день, весь день. Эти обезболивающие не помогали. К вечеру вроде я уснула нормально. Все. Ночью просто у меня слезы катятся. Я не могу себя сдержать. Мне настолько больно. Вот. Просто, знаете, когда вот нереально больно и вот ну слезы сами идут. Ты скручиваешься, вся готова на стену залезть. Вот. У меня было то же самое ночью. Все. То есть выпиваешь воды, стакан становится еще больней в животе. То есть что-то выпиваешь, съедаешь, все. Дикая боль. Ну и я, естественно, с утра я хотела прибираться. Тем более мне сейчас переезжать хотела все это делать. Вот. Но поехала к врачу. Надо было к гастроэнтерологу или кто-то такой. Но он сегодня не принимает. Принимает только во вторник. Меня в неотложный кабинет направили. Вот там тетенька. Я, короче, выписала таблетку. Пока это панкреатин, дротавирин до вторника. Их пропить. Значит, по четыре таблетки. Получается... Этих четыре таблетки и те две таблетки. Шесть таблеток за раз три раза в день. Это в день получается двадцать... Двадцать одна таблетка, да, если я правильно считаю. Ну да. Вот. И представляете, такое состояние вообще ничего не хочется делать. Ну понятно, что это поджелудочное. Просто как бы страшно то, что это может быть панкреатит. Или вот что-то такое, знаете, есть. Я вообще никогда в жизни не страдала с желудком поджелудочным. Потому что я всегда старалась питаться. Да и не то, что старалась. Я не любила вот эту всякую покосную еду. Ну да, иногда в охотку можно было. Но так, чтобы это есть там постоянно жареное. Вот, допустим, я вообще уже давно не ем. То есть, ну, я питаюсь как можно правильней, да. И откуда и что у меня это все взялось, я не знаю. И мне вот сейчас ролик нужно 18 плюс сделать. Я вам все обещала, обещала. Но я просто сейчас его физически не могу делать. Потому что, честно, у меня вот слабость, дикая слабость. Мне хочется лежать, спать и все. И просто все. Дождаться быстрее вторника. Я уже готова даже вот на это ФГС пойти. И сколько, как я вот только не боялась. Я уже готова пойти, потому что мне так уже за эти два дня достала эта боль. А впереди еще целых три дня. И, я не знаю, ну, буду отпиваться водой. Потому что, ну, есть мне реально, мне больно есть. Просто больно есть. Я не знаю, что делать. Короче, ребят, мне неохота это все снимать. На самом деле, чтоб вы это и ничего не видели. Вот, ну, так как многие пишут там, спрашивают, что ты там ролик 18 плюс обещала. Ничего не снимаешь, ничего не выкладываешь. Почему ты там не отвечаешь, там не отвечаешь. Короче, вчера после больницы, она должна была меня сразу направить на УЗИ и так далее. Ну, никуда не отправила, конечно, врачи наши. Все. И вот сегодня ночью у меня случился приступ. Ну, честно, я думала, я сдохну просто. Я хотела вызвать скорую, но не стала, так как мне не с кем оставить детей. Приступ был настолько жестким. Я не знаю, рожать было не так больно, как вот, что я сегодня ночью испытала. Я, это вообще-то настолько дикая боль. Это дикая боль просто. Это уже вплоть у меня не зала. Все тело уже, все тело уже болит. Отдает как-то куда-то в область сердца еще. И настолько страшно, больно и ничего не сделать. Я думала, я не доживу до утра. Я потом вроде вот так вот зажала подушку между коленок и живота. Прям сильно-сильно так вот прижала и через сколько-то меня отпустила. Еще раз всем привет. Дождалась я, короче, понедельника. Вот сейчас бегу в больницу. Не знаю, самое первое. Время 6 утра. Вообще, мне было назначено на вторник. Но врач сказала, если будет, типа, это не втерпешь, то приходи. Вот. И просто все выходные не спала, мучилась от боли. Не знаю, что мне сейчас там скажут, куда меня пошлют. Наверняка на УЗИ, там какие-нибудь анализы экстренные, там еще что-нибудь. Потому что, ну, невозможно. И те таблетки, которые я пила, я так и не поняла, что это, от чего это. В общем, ничего, даже чуть-чуть не помогло. Вот. Вот. И вы меня, конечно, простите за то, что ролики не выходили. 18 плюс я вот кое-как, кое-как сделала. Потому что, ну, не до этого, сами понимаете. Постоянно болит. Вот. Из-за этого тоже, конечно, не выхожу ни в контакт, никуда. Хочу быстрее, хочу быстрее в больницу. Согласна на все абсолютно. Но кроме того, чтобы ложиться туда, ложиться нет. Это однозначно, потому что надо работать. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что мне скажут. Значит, смотрите. Вот этот ланцапрозол, это препарат называется ланцид. Ланцид. 30 миллиграмм. Ваша дозировочка. Будет стоить 30 таблеток, будет стоить 373 рубля. Угу. Так. Панкреатин 62. Панкреатин есть. И 3. А, тримедат. И тримедат. 200 миллиграмм. 30 таблеток, 524. Могу. Ну, давайте. Что делать-то? Ну, жерудок лечить надо. А это тоже по 1-2 раза в день? Да. Вот. 200 миллиграмм. Это одна таблеточка. Точно так же будет по 1-2 раза в день. Ну, в общем, вышла из больницы и зашла сразу в аптеку, как вы видели. Ну, ладно, обо всём по порядку. В общем, когда я пришла в больницу, я же пришла в кабинет, нет ложной помощи. И она меня сразу направила к гастроэнтерологу без очереди. Вот. Ну, что я поднялась. Я там всегда к этому вручу очень большая запись. Все по талончикам сидят. Я говорю, так и так. Мне сказали через одного. Ну, все, естественно, начали возмущаться. Бабки, детки. Я говорю, да вы не нервничайте. Так. Просто я в такую ситуацию никогда не начинаю ругаться, кричать. Я говорю, вы не нервничайте. Поберегите свои нервы. Я говорю, вот, мне так и так врач сама сказала. Ничего мы не знаем. Кто тебе сказал. Придут тут делать им нечего. Думаю, они мне сидят. Они только пьют, гуляют. Ну, я не знаю, откуда такие выводы. Вот. Ну, в общем, всяко-всяко там меня оскорбили. Ну, я сижу, я как будто вообще ничего не слышу, ничего не понимаю. У меня болит, мне пофиг, мне фиолетово. Все. И тут мужчина меня не пускает, он прям в ручку вцепился. Я говорю, да подождите. Вы, говорю, заходите, но я вместе с вами зайду. Я, типа, спрошу просто, когда мне вообще зайти можно у врача. Вот. Он такой, дверь держит, меня вообще не пускает, понимаете. Потом он зашел, я такая, за ним дверь открываю. И захожу, говорю, врачу, вот так и так, меня изнят ложки. Вот сейчас сюда послали, я уже пропустила троих человек. Я говорю, когда мне можно зайти? Женщина-врач там. Она такая, добрая, хорошая. Да, конечно, девушка, вам сразу надо было заходить, заходите, типа, прямо сейчас. Мужчина такой, вы что, не видите, я тут при смерти, а вы каких-то, как он там меня обозвал, короче, как-то он меня назвал, так вы, говорит, каких-то тут вот непонятных, говорит, пускайте. А он здоровая, как лошадь. А я, говорит, при смерти. Врач такая, мужчина, вы, говорит, не поняли? Встали, говорит, и вышли. Вступили в место девушки. Он так на меня посмотрел. Я думаю, наконец-то справедливость восторжествовала. Все такой психанул и вышел, такой дверью хлопнул. Ну, знаете, хуже бабы. Вот. Ну, что сказать. Очень хороший врач, хорошо меня осмотрела. Все расспросила, все как надо записала. В общем, очень хороший врач. Вот. Ну, естественно, назначила много анализов. Вот в среду пойду все сдавать. Ну, и поставила диагноз. Ну, пока под вопросом. Ну, сказала то, что это острый панкреатит. С чего? Откуда он появился? Я говорю, как так? Питаясь всю жизнь практически правильно. Ну, да, иногда позволяю себе всякие вредности. Но это редко бывает. С чего? Вот, может, вы понервничали. Я говорю, разве такое может быть? Она говорит, да, от стрессовых ситуаций. Ну, да, у меня последние полгода были стрессовые ситуации. Ну, блин. Я не знаю. В общем, сейчас я покажу, сколько таблеток мне выписали. Чтобы вы знали. То, что я не шучу. На самом деле, вот, у меня так все болит. Не то, что я не хочу там снимать ролики. Да? Или очередной какой-то дурацкий вот такой ролик. Нет. Сейчас вам покажу. И 18 плюс я постараюсь выставить, если уже не выставила. Не знаю, как получится. Ну, вот, я пришла домой. Сейчас покажу вам. Вот, все анализы мне назначили. Анализы, таблетки и так далее. Пойду сдавать, значит, в среду, через день. Таблетки, ну, я даже не знаю. Вот этих нужно по две штуки три раза в день выпивать. Одну плюс эту, эту, эту. Значит, короче, все это надо пить в одно время. Только этих по две штуки, эти по одной штуке. Вот, такая жопа. Забыла вам показать самое интересное. Это за 30 минут до еды. Это перед едой. Это во время еды. А это после еды. Ну, что, мои хорошие, вам сказать. Лечусь, пью таблетки, но пока изменений никаких нет. Ну, и такая вот небольшая для вас новость. У меня есть одна хорошая знакомая, которая убедила меня инвестировать в кэшбери. Вот я никогда в это не верила. Но, вот знаете, вот тут прям серьезно все, все реально, все легально. Эта компания работает уже легально, еще раз замечу, один год и восемь месяцев. И доход в день от 0,8%. Поэтому я все-таки решилась инвестировать, да, ну, пока тысячу рублей. Ну, а дальше посмотрим, как уже пойдет дело. Вот. Ну, и хочу вам это, собственно, показать, как я это сделаю. Итак, значит, я зарегистрировалась в кэшбери. Так, я надеюсь, тут все это видно. Вот в кэшбери, да, видим. Так, вот у меня, значит, тысяча рублей. Тысяча рублей. И сейчас мы их инвестируем. Так, инвестировать. Так, выбираем тариф, естественно, лакшери, да, от одной тысячи до трех миллионов. Выбрать. Так, тариф лакшери, значит, все тут проценты, все это, все это прописано. Выбираем. Так, выберите счет. Партнерский счет. Валюта рубли. Так, сумма инвестиции одна тысяча. Значит, страховки мы пока не покупаем. Мы пока не покупаем, иначе сумма инвестировать, инвестируем мы меньше тысячи. То есть, страховку нужно будет приобрести, приобрести в течение, так, что-то у меня плохо показывает. Страховку нужно будет приобрести в течение ста дней. То есть, вы их, вы ее приобретете с тех процентов, которые вам накапают. Поэтому галочки мы тут не ставим. Так, я ознакомилась. Все, инвестировать. Так, нет, тут вроде нужно выбрать, подождите, счет для пополнения. Вот так вот. Да, все правильно. Мы выбираем не партнерский счет. Да, видим, что у вас на балансе ноль. А выбираем счет для пополнения. То есть, нужно все конкретно прочитать, ознакомиться с этим. Так, и все. И нажимаем инвестировать. Так, все правильно. Общая сумма полученных вами средств. Ваше ежедневное начисление составит 8 рублей. Из них чистая прибыль за 400 дней. Как я понимаю, 2200 инвестировать. Так, все. Ваша инвестиция будет распределена в займы на бирже криптовалют в течение 48 часов. Вы можете увидеть список своих инвестиций здесь. Все, вот мы сегодня положили 1000 рублей. Начисление 8 рублей. Следующее начисление 30-го. Вот так вот, ребята, инвестируйте и зарабатывайте. Еще раз хочу сказать то, что страховку нужно купить в течение 100 дней. С тех процентов, которые вам накапают. Если вы не приобретете страховку, то ваш вклад заморозят и разморозят только через месяц. Все ссылочки я оставлю в описании. Регистрируйтесь, инвестируйте, зарабатывайте денежки. На этом я хочу с вами попрощаться и сказать, что спасибо за просмотр, за ваш лайк и подписку, кто еще не подписан на мой канал. Ну а с вами была я, Кира Найт. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok